в любой стране можно получить убежище из любой ли страны допустим люди некоторые живут в Абхазии там или в Тирасполе есть страна вот они могут такие люди получить то что вдруг они эти страны не признанные там или что-то такое вот да вы знаете дело в том что иногда бывают звонки когда люди говорят мы слышали что из такой из моей страны уже политического больше получить нельзя и я всегда говорю что это неверно потому что все зависит опять-таки от того насколько категория будет будет присутствовать это действительно так что каждая страна имеет разные категории есть страны которые например из которых можно например выиграть ну скажем так преследователь потому религиозному признаку да есть страны в которых как такового преследования христиан или другого кого-то представителя вероисповедания не существует поэтому я сегодня говорю что как такового пат قال что стане не существует не существует нужно работать с категориями опять таки всегда нужно опираться по крайней мере то что я делаю нужно опираться на американские рапорты, которые каждый год Америка публикует на каждую страну, которая на каждую страну описывает экономическую, политическую, социальную обстановку в стране и четко описывает те проблемы, которые являются так называемыми острыми и от которых заслуживают статуса политического убежища. То есть, другим словом, неважно от страны, можно попасть под асайлом убежища, если вы действительно притесняемый или гонимый или так дальше. Да, разумеется, можно, если, опять-таки, такая категория, как бы, грубо говоря, список тех жалоб, которые человек имеет, если это действительно является одной из тех категорий, которая является рабочей в процессе политического убежища, в процессе кейса на политическое убежище. Для этого нужно, как бы, разумеется, проводить полный анализ и смотреть, есть ли достаточно доказательные базы с точки зрения фактов и с точки зрения закона. А есть ли пример какой-то иностранной, то есть, что-то из подобной страны, несуществующей или существующей, или просто с какой-то известной страны. Хороший пример, который вы провели, и успешный дел получился, успешный кейс. Вы видите, когда не было яркой, как бы, яркой такой категории? Да. Год назад был суд. У меня женщина, она находилась в тюрьме, в иммиграционной, ее не выпустили, и у нее кейс рассматривался в Бостоне, это был. И этот кейс, вот, как раз-таки, был такого характера, потому что это было, это было дело с Украиной, и единственное, что она, что в ее кейсе присутствовало, это что у нее было, так называемый, domestic violence, да, то есть домашнее насилие, вот. И была очень большая война с прокурором по этому кейсу, потому что именно один из аргументов, который она пыталась, прокурорша пыталась донести до судьи, что это категория, отдельно настоящая категория, она не может быть, не может быть рабочей, вот. Но, тем не менее, как бы, мы прорвались и, слава богу, выиграли.